Добрый день, уважаемые участники технического фура. Мой доклад посвящен выводу и эксплуатации промышленных хронографитовых реакторов горно-химического комбината. На площадке горно-химического комбината в подгорной части расположено три промышленных хронографитовых реактора AD1, AD2. Реактор AD1 эксплуатировался с 1958 года. Реактор AD1 был запущен в 1961 году. Оба реактора являлись одноцелевыми проточными реакторами, предназначались для наработки оружейного плутония. В соответствии с межправительственным соглашением о прекращении наработки оружейного плутония между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, оба реактора были остановлены для последующих годов эксплуатации в 1992 году. Третий реактор AD2 эксплуатировался с 1964 года в двухцелевом режиме. Помимо наработки оружейного плутония, он обеспечивал теплом и электроэнергией город Железногорск и промышленную площадку предприятия. Реактор был остановлен в 2010 году и в настоящее время эксплуатируется в режиме окончательного останова. После останова реакторов было выгружено по штатной схеме ядерное топливо. Реакторы придены в ядерно-безопасное состояние. Топливо переработано на радиохимическом производстве комбината. С 1993 года на реакторах AD и AD1 проводились демонтажные работы вспомогательных систем и подводящих коммуникаций в рамках принятой на тот момент концепции долговременного хранения реактора на месте на срок не менее 100 лет. Предполагалось, что за этот период накопленная радиоактивность в элементах конструкции реактора снизится и последующие демонтажные работы будут выполняться на более безопасном уровне. Однако со временем пришло понимание и обратного эффекта от долговременной выдержки реактора. Основные металлоконструкции реактора за этот период могли значительно деградировать от естественной коррозии и создавая тем самым некую неопределенность в обеспечении безопасности. Так, в 2009 году специалистами нашего предприятия был предложен вариант вывода из эксплуатации реактора методом захоронения на месте, который впоследствии был запатентован и уже лег в основу отраслевой концепции вывода из эксплуатации уранградитовых реакторов. Концепция предусматривает радиационно безопасное захоронение реактора на месте размещения с созданием необходимых дополнительных защитных барьеров безопасности, которые обеспечивают исключение поступления радионуклидов в окружающую среду на весь потенциальный период опасности объекта. Предложенный вариант вывода из эксплуатации по сравнению с вариантом ликвидации является более безопасным с точки зрения радиационной безопасности, негативным воздействием на персонал и окружающую среду. В этом случае отсутствует необходимость демонтажа облученных конструкций реактора, в том числе графитовой кладки, и размещения его в другом хранилище для радиоактивных отходов. Существенно снижается объем образования радиоактивных отходов в процессе выполнения работ. Выбор данного варианта обусловлен следующими факторами. Обеспечение надежной долговременной изоляции загрязненного радионуклидами реакторного оборудования в шахте реактора. Проведенные исследования показали приемлемость выбранного варианта. Безопасность вооружения будет обеспечена на период не менее 10 тысяч лет. Нецелесообразность перезахоронения реакторного графита. Отсутствие в настоящий момент пунктов захоронения высокоактивных радиоактивных отходов. Ну и существенно меньший объем образования радиоактивных отходов и дозовой нагрузки на персонал. Реализация концепции захоронения на месте предполагала создание таких барьеров безопасности, которые позволили бы обеспечить бесполосное заполнение при их возведении и целостность на длительный период времени. В качестве дополнительных инженеров барьеров безопасности было предложено использовать природные материалы на основе глины. Основными аргументами при выборе материала стали ранее изученные и доказанные преимущества использования данного материала в качестве локализующего барьера. Это низкая водопроницаемость, высокая сорбция, ну а также доступность. Для обоснования использования глины примитительно к проектным решениям вывода из эксплуатации реакторов было проведено несколько научно-исследовательских работ, посвященных поиску подходящих месторождений вблизи площадки размещения комбината, а также подбору различных составов и компонентов смеси для оптимизации свойств и характеристик материала. Основным исполнителем данных работ был Институт физической химии и электрохимии Российской Академии наук, город Москва. В течение нескольких лет были определены оптимальные параметры барьерной смеси, которые были использованы в математической модели для счета скорости миграции родинуклидов в окружающую среду. Результаты расчета миграции в окружающую среду фактически были основой доказательной базы на этапе обоснования долговременной безопасности принятого варианта вывода из эксплуатации. Через 10 тысяч лет не прогнозируется превышение допустимого уровня содержания родинуклидов, в реке Енисей максимальная прогнозируемая удельная активность. Углерода-14, как родинуклида максимально неподверженного ассорбции, в месте потенциальной разгрузки в реку Енисей достигает 1,001 кг через 650 лет после основного реактора. Прогнозируемая доза облучения населения, которая может потенциально через сотни лет поселиться и проживать в основании склона горы и заниматься сельскохозяйственной деятельностью не превысит 0,01 мВ в год, что на порядок ниже установленных в настоящий момент пределы безопасности. Состав барьерного материала подобран был таким образом, чтобы максимально использовать преимущество того или иного минерала, например, ассорбция наибольшая у бентонита и у вермикулита. Но, однако, бентонит при взаимодействии с водой значительно может увеличиваться в объеме и растрескиваться при последующих высыханиях, в то время как вермикулит обладает повышенной водопроницаемостью. Наиболее приемлемыми водно-физическими свойствами обладают калинитовые глины, которые показали в процессе экспериментов практически нулевую фильтрацию при повторном проникновении водной среды в барьер безопасности. Указанный галлометрический состав смеси с наибольшим содержанием частиц с размером менее 0,1 мм обеспечивает текучесть материала при его подаче в полости реактора. Технология вывода из эксплуатации предполагает поэтапное заполнение как пространств и схем самого реактора, так и прилегающих нереакторных помещений. Количественные показатели барьерных материалов предназначены на данном слайде. В пределах шахты реактора нижние технологические схемы заполняются бетоном в объеме 2170 кубических метров для создания отборной подушки. Количество глины, подаваемой в пространство реактора, составляет 7830 кубических метров. За пределами шахты реактора бетоном в объеме 6530 кубических метров заполняются слюные тоннели и обходные ходки. Количество глины, подаваемой в остальные помещения, составляет 29600 кубических метров. Суммарный объем бетона на один реактор составляет 8700 кубических метров. Глины 37430 кубических метров. Для надежной изоляции реакторной установки, выведенной из эксплуатации от внешнего воздействия, сверху устанавливается разгрузочное перекрытие, состоящее из металлических ферм, обшитых листовым металлом. Внутренние полости разгрузочного перекрытия также заполняются глиняным материалом. Таким образом, создается многоэшелонированная защитная оболочка вокруг реактора, обеспечивающая его безопасное состояние на период не менее 10 тысяч лет. Первая очередная уже практическая задача, которую предстояло решить при заполнении реактора барьерным материалом, это обеспечение доступа в отдельные пространства реактора для подачи в них барьерного материала. Сложная конфигурация внутренних объемов металлоконструкции обуславливает большую трудоемкость этих операций по изготовлению специализированных проходок в металлоконструкциях реактора. Для этих целей необходимо было разработать и изготовить специализированный инструмент на базе длинномерных штанг, который позволял бы проводить вырезку проходок металлоконструкции реактора на глубине до 20 метров. Поставленная задача была успешно выполнена. Основная часть специализированного инструмента и оборудование была разработана и внедрена специалистами нашего предприятия. На данном слайде как раз представлены фотографии и примеры длинномерных штанг. Его верхняя часть, это левая фотография, и нижняя часть насадка непосредственно для резких металлоконструкций и последующей постановки трубопроводов для подачи глины в нижние схемы реактора. Следующая ключевая задача. Необходимо было обеспечить бесполосное заполнение барьерным материалом всех пространств и схем реактора. В ходе предварительных экспериментов было установлено, что распределение барьерного материала по объему под собственным весом или даже с применением шнека и вибраторов не обеспечивает полного заполнения объема. С учетом полученных результатов, проектные решения подачи барьерного материала были скорректированы и определено необходимое промышленное оборудование. Барьерный материал подается в приемный бункер растаривателя. Далее с помощью пневмокамерного насоса под давлением по транспортному трубопроводу подается непосредственно в реактор. На нижнем торце трубопровода закрепляется специальная раздувочная насадка, которая направляет поток барьерного материала от вертикального направления в боковые стороны на необходимый угол. Конструкции раздувочных насадок могут быть различны в зависимости от объекта заполнения. Ниже раздувочной насадки были закреплены специальные форсунки, которые направляли поток сжатого воздуха, обеспечивая этим дополнительную аграцию сыпучего материала и перемещение его уже в горизонтальном направлении в схемах реактора. На данном слайде представлен перечень патентов, которые были оформлены в ходе подготовки и реализации работ по заполнению барьерных материалов реакторов АД и АД-1. Авторы патентов работники горно-химической комбината. Следующий слайд посвящен фотографиям, которые были сделаны как раз в процессе выполнения работ. Верхний ряд фотографий – это заполнение глиной. Завозим мы глину на железнодорожных платформах, далее разгружаем ее в центральном зале реактора и подаем непосредственно в пневмокамерный насос. Верхняя и правая фотография – это вид глины, промежуточное состояние уложенной глины в пространство реактора. Нижний ряд фотографий посвящен бетонированию. Левая и нижняя фотография – это оборудование непосредственно для изготовления бетонной смеси. Все это мы делали на месте размещения, бетон готовили сами. Средняя фотография – проложенный бетоновод. Нижняя и правая фотография – это промежуточное состояние размещения бетонной смеси в следном ходке. На данном слайде представлены образцы оборудования, использовавшиеся при производстве демонтажных работ во внереакторных помещениях. Слева фотография – это аработотехнический комплекс Брок-200. Справа фотография – это аппарат алмазной резки, канатной резки. На данном слайде представлена фотография монтажа разгрузочного перекрытия. Перед монтажом разгрузочного перекрытия необходимо было демонтировать и фрагментировать пыльный настил. Это левая и верхняя фотография. Правая фотография – это смонтирован нижний настил, уложена частично глина и начат монтаж верхнего настила. Контроль качества заполнения пространства реактора обеспечивался двумя способами. Первый – это визуальный контроль с помощью эндоскопа с целью определения полноты заполнения флотного пространства. А также инструментальный контроль с применением платной меры. Это фотография справа. Оба способа реализованы с применением нестандартного оборудования, который также был изготовлен специалистами нашего подразделения. Для контроля и долгосрочного мониторинга, вводимых из эксплуатации реакторов, была смонтирована система технологического радиационного контроля состояния графитовой кладки реактора. Оборудование позволяет проводить измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, а также измерять температуру среды в реакторе. Кроме того, смонтированы инспекционные каналы вокруг реактора для ведения неразрушающего контроля, стабильности, ну или можно сказать целостности, барьеров безопасности. Мониторинг состояния барьеров выполняется с целью своевременного выявления усадки глины и ее увлажнения в процессе мониторинга. Завершающий слайд посвящен хронологии выполнения работ. Здесь представлена этапность заполнения двух реакторов барьерными материалами. Видно, что первые работы по бетонированию мы начали в 2015 году на реакторе АДЭ. Далее, в 2017 году первые работы по засыпке глины, также это на реакторе АДЭ. И вот с 2020 года у нас начинаются массовые работы уже параллельно в двух реакторах. Видно, что в течение четырех лет на каждом из реакторов все эти работы были выполнены. В 2023 году мы планируем на двоих реакторах работу завершить. Хотелось бы, пользуясь случаем, высказать ответное слово благодарности госзаказчику за то, что поддержали нашу инициативу по засрочному завершению этих работ. Ну и также, конечно, пользуясь случаем, хотел бы отметить, безусловно, сверхуспешную работу нашего трудового коллектива, которые непрерывно внедряют производственные улучшения в тех процесс, который, собственно, и позволил нам выполнить эти обе задачи в достаточно короткие сроки и с надлежащим качеством.